Ты 9 месяцев вынашиваешь, ещё не понимаешь, что тебя ждёт. Это такая первая любовь, наверное. Первый взгляд в глаза. Маленький Тимур – первый и долгожданный ребёнок в семье Никулиных. Пара выбрала партнёрские роды. Их в отделении БСМП практикуют уже два года. Это огромная поддержка и любовь. Когда есть рядом муж, схватки проживаются намного легче. И роды прошли очень комфортно, естественно, максимально. За три часа я родила. Сразу же прикладывают к груди. То есть был первый контакт с ребёнком кожа к коже. Сразу же приложили. И папа тоже был рядом. Для контроля за здоровьем малышей с этого года в родильном доме вели плановое ультразвуковое исследование для новорождённых. Оно включает в себя нейросонографию, исследование головного мозга, кардиограмму, УЗИ органов брюшной полости. Сейчас, благодаря данному скринингу, мы можем диагностировать такие патологии, такие заболевания, которые не проявляются сразу в первые дни недели жизни. И, соответственно, это приводит к тому, что ребёнка своевременно начинаем наблюдать. Самое распространённое, наверное, сейчас – это патология мочеводелительной системы. Так получается, что это пила эктазии, пороги развития. Поэтому таких деток мы переводим на второй этап на хуторскую. И, соответственно, лечение и наблюдение у нефрологов уже начинают практически сразу с рождения. Появление в родильном отделении новых технологий, например, УЗИ-навигатором, позволяет облегчить боли после кесарево сечения. Современная методика используется ещё не во всех регионах России. Методика занимает от двух до пяти минут. Эффект обезболивающий от 16 и выше часов. Через два часа после того, как моторный блок регрессирует, появляется движение в нижней конечности у пациентки. Она может вставать, сама себя обслуживать, принимать пищу, ухаживать за ребёнком. Преимущество новой методики уже оценила Надежда Стрелкова. Это её третье кесарево сечение. Признаётся, разница колоссальная. У нас родилась девочка, 3,856 см, такая немаленькая девочка. Для меня всё прошло благополучно, учитывая её вес. Мы стараемся сделать и лечебную базу более квалифицированную, оказать лечебные все услуги на самом высоком уровне. Но мы и стараемся сделать психологический комфорт для мамы, для ребёнка, для папы, когда это партнёрские роды. И опять же стараемся оказать все юридические услуги. Например, оформление электронного свидетельства о рождении и медицинского полиса. Диана Горяйнова, Роман Федорков. События дня.